Вадим, я буду моделировать этот доклад и следующий, наверное, буду носить микрофон для вопросов. Сейчас представлю нашего спикера. К нам приехал Юрий Гудс. Он приехал к нам из Львова, работает с Data Science и с Python более, наверное, 10 лет. Есть опыт участия в Kaggle. Надеюсь, многие, кто здесь есть и занимается Data Science, знают, что это такое. И Юрий нам расскажет про reinforcement learning в играх, в гейминге. Слушаем. Аплодисменты. Спасибо всем, что пришли. Невероятно рад видеть полный зал на этом потоке. Да, я работаю в компании DataRobot, занимаюсь автоматизированным машинным обучением. И мне, что всегда нравилось в этом направлении, как можно, да и, в принципе, как в программировании в целом, как можно такую довольно глупую машину, как компьютер, заставить выучить довольно сложную логику, имея только данные. Это мне всегда нравилось в машинном обучении. И это то, о чем я также буду рассказывать на этом докладе. Вот если посмотреть историю игрового искусственного интеллекта, первые такие сенсации, наверное, были в конце 80-х, начале 90-х, когда искусственный интеллект переиграл лучших людей в шашки, в нарды, в скрэбл. Что касается шашек, то сейчас, на данный момент, существует вообще идеальный алгоритм игры в шашки. То есть идеальный, это значит, что он в ничью сыграет с Чеком Норрисом, а любого другого переиграет. Ну и, конечно, в то же время, как и сейчас, были скептики искусственного интеллекта, которые говорили, ну ладно, шашки, нарды, скрэбл, это довольно несложные игры, вот давайте пусть ваш искусственный интеллект переиграет человека в шахматы, тогда поговорим. Появился Deep Blue, который переиграл человека в шахматы. Ну скептики тогда тоже говорили, ну ладно, шахматы, там только поле 8 на 8, вот давайте, пусть ваш искусственный интеллект переиграет человека в Go, где и поле побольше, и игра, в принципе, так, стратегически, возможно, посложнее. Появился AlphaGo, который переиграл человека, гроссмейстера Лиси Доля, переиграл несколько лет назад в Go. Потом еще появился усовершенствованный алгоритм AlphaGo Zero, который тоже это повторил еще с лучшими результатами. Ну и тоже скептики начали говорить, ну ладно, шахматы, Go, это все игры с полной информацией, мы видим полную доску. Вот возьмем, давайте, лучше игры типа покера, вот где есть неполная информация, где есть возможность сговора, блефа, вот пусть ваш интеллект в покер перегирает человека. Ну и через год искусственный интеллект переиграл человека в покер. И сейчас уже он посягает на такое святое, как Dota и StarCraft. То есть сейчас уже разрабатывается, вот буквально недавно была публикация от DeepMind по искусственному интеллекту, который играет с чемпионами каким-то по StarCraft. И сейчас уже на очереди идет искусственный интеллект, который хорошо играет в Dota лучше человека или хорошо играет в StarCraft лучше человека. И вот что характерно для вот этих последних достижений в игровом искусственном интеллекте, что все они базируются на одной и той же идее, и это как раз та идея, о которой я буду рассказывать сегодня. Это обучение с подкреплением. То есть вот алгоритм, который играет в Go лучше человека, алгоритм, который играет в покер лучше человека. Вот те искусственные интеллекты, которые сейчас разрабатываются для 1 на 1 Dota, 5 на 5 Dota, StarCraft, они все базируются на одной и той же идее обучения с подкреплением. Значит, в принципе, как это работает? Это все довольно можно описать, весь этот подход можно описать довольно просто. Значит, он берет идею из поведенческой психологии, то есть из того, как, допустим, человек учится взаимодействовать с миром. То есть, допустим, как мы дрессируем животных или как, допустим, маленький ребенок познает мир. То есть, допустим, если ребенок подошел, там дотронулся в горячей сковородке, обшорился, и он понял, что так дальше делать, так больше делать не надо, и вообще к горячим предметам, наверное, касаться плохо. То есть, никто ему явным образом об этом не говорит, то есть он путем проб и ошибок познает мир и понимает, как надо делать и как делать не надо, получая какое-то вознаграждение или наказание за это. Ну и точно так же, как мы, допустим, дрессируем животных, то есть научили собаку выполнять какой-то трюк, если собака его сделала хорошо, там хороший песик, там дали что-то вкусное. Если там собака пожевала тапки, то плохой песик. Но и точно так же работает процесс обучения с подкреплением. То есть, наша конечная цель – это обучить какого-то интеллектуального агента делать оптимальному поведению. И что значит оптимальное поведение? Это обучиться, что надо делать, чтобы какую-то долгосрочную выгоду максимизировать. То есть, а что делать конкретно? Это значит, что мы должны обучиться маппить какую-то ситуацию в действии. То есть, узнали, что мы в каком-то состоянии находимся, и надо выполнить какое-то действие, которое нас в конечном итоге приведет к оптимальному результату. То есть, там, выиграть игру, или там, посадить ракету на платформу, или не разбить самолет, или что-то такое. Вот. И это все делается путем проби ошибок. То есть, если посмотреть, какой у нас есть контраст, допустим, с таким известным, применяемым, широко применяемым в бизнесе подходом, как обучение с учителем, там мы обучаем модель, имея уже правильные ответы на каждый кейс. То есть, допустим, если мы учим модель распознавать лица, или учим какую-то модель предсказывать будущее продажи товара, то у нас есть конкретные исторические данные, где есть уже отмеченные правильные ответы. В reinforcement learning такого нет. То есть, у нас нет никакого учителя, который нам говорит, как надо поступать хорошо, а как поступать плохо. То есть, у нас нет заранее размеченных данных, которые говорят, какая оптимальная будет стратегия в этой игре. То есть, мы учимся в этом фрейморке, мы учимся просто путем проби ошибок. Мы пробуем, получаем какое-то положительное или отрицательное вознаграждение, и из этого делаем какое-то обучение нашей модели, нашей логике. Вот. И, в принципе, в reinforcement есть два вида агентов по знанию предыдущего власти. То есть, это может быть model-based reinforcement learning или model-free. То есть, наш агент может что-то знать, иметь какое-то доменное знание, как работает мир, или он может вообще ничего не знать о том, как работает мир. Вот сегодня мы будем, например, рассматривать именно вот такой более сложный, наверное, кейс, когда мы пробуем выучить какое-то оптимальное поведение, не зная ничего о том, как работает мир, просто по каким-то сырым наблюдениям. Вот. Это, в принципе, основная идея reinforcement. То есть, у нас нет никакого учителя, который нам говорит, как правильно, мы только получаем какой-то сигнал, позитивный или негативный, и по этому сигналу пробуем учиться. В целом, любой reinforcement, то есть, если даже рассматривать игры, игра в Go, игра в Poker, игра в Dot, игра в StarCraft, все это описывается в таком общем фреймарке. То есть, у нас есть агент, это то, что мы пробуем обучить, то есть, это тот интеллект, который мы пытаемся сделать экспертным. Есть environment, это мир, это наша игра, мы можем знать, как мир работает, можем не знать, как мир работает. Если представить, раз мы уже сегодня разговариваем о битках, то можно представить себе, что environment, допустим, наша игровая приставка какая-то с картриджем, в ней содержится имплемендация самой игры. Мы можем, как агент, мы можем не знать, как имплементирована игра, как выглядит код самой игры, мы можем не знать, как работает весь мир. Мир обычно намного сложнее, чем наш агент, но есть три таких базовых элемента. Наш агент может наблюдать какой-то state из мира, то есть, это может быть, допустим, робот, который смотрит, ну, робот, у которого есть камера или микрофон или GPS-датчик, то есть, он может брать какие-то измерения с внешнего мира, и это для него есть state. Он может не знать полного состояния мира, это обычно в реальных кейсах так обычно и есть, что мы видим какую-то очень маленькую играничную часть мира, и только своими сенсорами можем как-то ее воспринимать. То есть, мы можем не знать внутреннего состояния игры, как, допустим, там, генератор рандомных чисел работает в игре XCOM или что-то такое. Мы только видим, там, допустим, пиксели, или слышим звук, или получаем датчики GPS-сенсора. Значит, мы как агент можем на этот мир влиять, то есть, мы посмотрели state и решаем, какое действие нам надо выполнить над этим environment. И environment может абсорбировать наш action, и, соответственно, как-то изменяется состояние нашего мира, и он сообщает нам новый state. То есть, агент наблюдает состояние с помощью своих сенсоров и может сообщать этому environment действия, которые надо выполнить над этим миром. И environment также сообщает нашему агенту вот именно этот сигнал подкрепления. То есть, это, можете себе представить этот reward как какое-то float число, то есть, оно может быть 0, может быть плюс 1, 25, может быть минус 100. То есть, это какое-то число, которое среда сообщает агенту, то есть, как ответ на его действия. То есть, это минимально необходимая конфигурация для того, чтобы можно было применять reinforcement learning, то есть, чтобы мы могли наблюдать state из нашего environment, чтобы environment, мы могли environment сообщить наши действия на следующий момент времени, и environment мог сообщить нам reward. Обычно для академических, чтобы это было проще академически, обычно рисует это так, что environment сообщает агенту reward. Но иногда может, может у нас не быть такого reward от пармента до агента, то иногда получение возрождения, это может быть элемент самому агенту. То есть, допустим, если у нас какая-то игра, которая, у которой нет отдельного API для того, чтобы получать очки, или получать состояние игры, там, game over, или мы выиграли, мы проиграли, то иногда этот элемент получения reward может быть частью самого агента. То есть, у агента может быть, допустим, логик, которая из этого стейта распознает, допустим, очки на экране, или, то есть, если сам environment нам этого не сообщает. Ну, иногда бывают более сложные случаи, что reward функция может меняться по ходу обучения агента, то есть, агент может решить, что ему надо смотреть на какую-то другую численную характеристику, чем та, на которую он смотрел раньше. То есть, вот это минимальная конфигурация системы обучения с подкреплением. Есть агент, наблюдает состояние, действует на environment, environment ему сообщает, хорошее его действие или нет. Если вот посмотреть на игровую приставку, это тоже одна из сенсаций. Примерно 2014 года, когда DeepMind, еще до того, как их купил Google, но Google их сразу после этого купил, они обучили искусственный интеллект чисто по пикселям играть на экспертном уровне большое количество игр Atari. То есть, вот такая у нас есть игра Atari, там примерно где-то экран 128 на 128 пикселей, и они обучились на разных играх, типа Space Invaders, типа Ping-Pong, играть на экспертном уровне, ничего не зная о том, как эти игры работают. То есть, просто по пикселям обучиться, обучить искусственный интеллект играть как человеческий эксперт. Ну и вот если представить игровую приставку и искусственный интеллект, который учится играть в эту игру в терминах reinforcement learning, то мы получаем вот такую ситуацию, что у нас есть environment, это наша игровая приставка с картриджем, мы не знаем, как выглядит игровой код, мы только наблюдаем пиксели на экране. И агент может, допустим, среди этих пикселей распознать очки, то есть он может действовать на environment джойстиком, то есть там, допустим, есть 18 разных действий, которые он может выполнить, там, разные положения джойстика, там, турбо-кнопка или комбинация этих действий, то есть 9 движений джойстика и турбо плюс 9 движений джойстика. То есть 18 разных действий, и агент наш наблюдает только пиксели, он не знает, как работает эта игра. Вот, и в конечном итоге наша цель — обучить, допустим, интеллект максимизировать скор или выиграть игру, там, пройти ее до последнего уровня. Значит, математический фреймворк, который обычно работает в reinforcement learning, это так называемый марковский процесс принятия решений. То есть те из вас, которые знакомы, там, допустим, с марковскими цепями, вы, наверное, уже понимаете, что это стахастический процесс, он имеет вероятность перехода в разные состояния, и он имеет такую еще вещь, как mark of assumption. То есть для того, чтобы сделать эту задачу вычислимой, то есть задачу решения какого-то environment, мы делаем такой базовый assumption, чтобы не хранить всю историю, не запоминать всю историю, потому что она может быть очень большая, мы делаем такое предположение, что наше будущее зависит только от текущего состояния, а не от прошлого. А если нам надо инкапсулировать какое-то прошлое, то мы прошлую историю как-то инкапсулируем в текущее состояние. И вот если посмотреть на процесс, как может выглядеть какая-то игровая логика, вот, например, в реальной жизни человека, который работает где-то на работе, и его цель — получить карьерное повышение, он может с какой-то вероятностью переходить в разное состояние, то есть, допустим, поспать, посмотреть сериал, поиграть в игры. И некоторые действия могут приносить им какое-то моментальное удовольствие, какой-то моментальный реворд. То есть, допустим, поспать еще может принести какой-то моментальный реворд. Но если ему надо получить вот этот именно огромный желаемый реворд в виде повышения, допустим, по службе, то надо выполнить несколько неприятных действий. То есть, встать утром, тяжело работать, и получать негативный реворд, чтобы потом в конечном итоге получить большой позитивный реворд. То есть так может, в принципе, выглядеть наша игра. То есть мы можем идти каким-то путем, который выглядит сейчас не оптимально, но только ради того, чтобы в конечном итоге эту игру выиграть. То есть к чему я в целом веду, что для reinforcement learning очень характерная такая ситуация, когда любое наше действие имеет долгосрочные последствия. И это тоже то, что отличает reinforcement от, допустим, там, supervised learning, что мы предпринимаем какую-то последовательность действий и любое вот наше действие, это называется проблема credit assignment problem, Потому что мы не знаем вот то, что мы сейчас выиграли в эту конкретную игру, это из-за действия, которые мы предприняли, там, допустим, на десятом time step или, там, допустим, на двухсотом time step. То есть у нас могут быть очень долгосрочные последствия любого нашего действия над environment. Это добавляет какой-то математической и вычислительной сложности этой проблеме. Вот. И, то есть, в конечном итоге мы делаем последовательность действий и достигаем вот этого терминального состояния, то есть нашего желаемого состояния game over, где мы выиграли. Это может быть как игра с одним игроком, так и adversarial игра типа шахмат, типа гоа, типа покера. Вот. Если описать, значит, как это выглядит математически, я очень, очень стараюсь, постараюсь не грузить математикой, а давать только необходимый минимум и использовать максимально простые модели, чтобы это можно было самостоятельно все попробовать на какой-то своей игре. Значит, в принципе, конечная цель выучить оптимальную политику. Политика — это как раз то, что я вспоминал раньше. То есть наша конечная цель — это обучить интеллект, который умеет мапить состояние в действии, которое приведет в конечном итоге нас к желаемому исходу. И это описывается часто, если у нашего агента на фоне есть какая-то модель математическая, какая-то machine learning модель, то элементом этой модели является политика. То есть это вероятность, то есть это распределение вероятности над экшенами. То есть если мы находимся в вот таком состоянии, допустим, наблюдаем вот такие пиксели или слышим какой-то звук, это распределение вероятности, с которой мы припримем конкретное действие. То есть очень полезно описывать это все именно как стахастические процессы, а не выбирать, допустим, всегда самое вероятное действие, потому что… Стохистическое описание этого процесса нам позволяет моделировать такие ситуации, когда в игре есть, допустим, какая-то рандомность, вот, допустим, тот же XCOM, или даже вот если взять Mario, мы не знаем, когда вот этот огонек выпрыгнет, мы не знаем, допустим, как может походить наш, если это игра типа GO или покера, мы не знаем, какое действие может предпринять наш оппонент, и это добавляет какой-то рандомности в наш алгоритм. И моделируя это все как стокистический процесс, мы можем как-то учитывать эту рандомность среды, которую мы не понимаем или не можем предсказать. То есть политика это в конечном итоге какая-то функция, она может быть задана как таблицей, так и ML-моделью, то есть она нам говорит, она получает на вход state, то есть можете себе это представлять как функцию, которая получает state, и ей возвращает вероятность каждого экшена. Эта политика может быть, может задаваться как таблицей, так и моделью, так и в ZNL с логикой, любым образом. То есть это функция, которая получает state и возвращает вероятность действий. Ну и часто также элементом нашего агента является так называемая value функция. Ее роль это оценить в принципе как хорошо, насколько хорошо находиться в этом состоянии. То есть она ничего нам не говорит о том, какое действие надо предпринять, но иногда полезно моделировать вот такую функцию. Насколько вообще хорошо быть в таком состоянии с учетом как бы долгосрочной выгоды. То есть как она расписывается, это как мат ожидания нашего реворда до конца жизни. То есть может не очень дружелюбно эта формула выглядеть, но на самом деле она довольно простая. То есть если мы находимся в этом состоянии, то эта функция, это мат ожидания всей суммы ревордов, которые мы получим до конца жизни. И вот здесь есть такой интересный гиперпараметр, который называется discount factor или там фактор затухания. Это гиперпараметр, который мы задаем сами, наша модель его не изучает. Это параметр, который нам позволяет балансировать краткосрочную выгоду и долгосрочную. То есть это может быть допустим 0.09, 0.95 или 0.06. Соответственно, чем больше наш параметр гамма, тем больше наш интеллект учитывает будущее. Тем меньше он как бы пытается преследовать какие-то краткосрочные выгоды. Типа поспать, посмотреть сериал, не пойти на работу и так далее. И чем ближе конкретные единицы, тем больше наш интеллект учитывает долгосрочную выгоду. То есть это функция, которая оценивает, насколько хорошо принципы быть в этом состоянии. Есть еще функция, которая исторически называется Q-функцией. Это state action value function. То есть она говорит, насколько хорошо в этом состоянии предпринять вот такой action. Тоже с учетом как бы долгосрочной выгоды. То есть насколько хорошо при этих пикселях сделать вот такое действие игровое. И она тоже расписывается в таком виде, но здесь уже условие, что мы имеем не только state, а имеем и action. То есть насколько хорошо, допустим, если мы видим такие пиксели на экране, там выстрелить. Там нажать кнопку fire или нажать, там подвинуть джойстик вверх. И именно решение этого марковского процесса, это он предусматривает, решение предусматривает именно нахождение оптимальной политики. То есть функции, которая оптимально мапит нам состояние в действии. То есть таким образом мы можем наблюдать любые пиксели и предпринимать действия, которые максимизируют наш шанс в конечном итоге выиграть эту игру. И достигнуть любой цели, которую мы поставили. Ну, конечно, чем... Когда мы начинаем сталкиваться с более сложными играми, с более сложными environment-ами или environment-ами реальной жизни, реальной жизни как управление вертолетом, управление, допустим, кластером машин, управлением энергостанцией, то у нас начинаются проблемы. Мы можем не знать, как выглядит наш mark of decision process. Мы обычно его не знаем, не видим полностью. Что делать, если мы не знаем, как работает наш мир и можем только наблюдать, допустим, какое-то очень частичное представление. То есть игра у нас огромная, допустим, уровней в Mario много, а мы наблюдаем только маленький экранчик, где есть только немного пикселей. И, соответственно, очень большой вопрос, как вот считать эти все value-функции, как оптимизировать наши действия, если у нас вот такой сложный мир, мы не можем его полностью наблюдать. Ну и обычно ответ на этот вопрос это мы пробуем накапливать историю и мы обучаемся не только по тем результатам, которые мы видим сейчас, а мы сохраняем какие-то эпизоды в память и как-то вспоминаем наш прошлый опыт и балансируем наш прошлый опыт и то, что мы получили от текущих наблюдений. То есть это примерно вот как это может выглядеть, это вот, допустим, ложимся мы спать и тут слышим, а помнишь, 8 лет назад ты вот в этом разговоре с этим человеком мог ответить вот так? И это примерно так может выглядеть обучение reinforcement learning agenda, что мы накапливаем какие-то эпизоды и мы вспоминаем прошлые эпизоды, прошлые реворды, берем текущие эпизоды, текущие реворды и как-то рандомным вот таким вот случайной выборкой вот этих вот прошлых эпизодов мы дообучаем нашу логику так, чтобы балансировать прошлый опыт и текущий опыт. Один из самых простых алгоритмов обучения с подкреплением является Q-learning. Оно может выглядеть немножко так недружелюбно, чуть страшно, но на самом деле это довольно простой алгоритм. В самом простом виде это алгоритм, который задается таблицей, то есть мы здесь по колонке, это у нас все возможные состояния, то есть, допустим, у нас есть какой-то грид и наш игрок может находиться по каким-то координатам в этом гриде и у нас есть 4 действия, то есть, допустим, пойти вверх, пойти вправо, пойти вниз, пойти влево. И наша цель заполнить эту таблицу, то есть как-то выучить значение этой таблицы. То есть, как вы помните, Q-функция, это функция, которая говорит, насколько хорошо предпринять вот это действие в этом состоянии. И наша задача заполнить вот эту вот таблицу. Поначалу мы, конечно, не знаем, насколько хорошо предпринимать то или иное действие в том или ином состоянии, поэтому мы вообще поначалу забиваем эту таблицу или нулями, или рандомными числами вообще. И потом начинаем в симуляторе нашей среды гонять наш интеллект по этой таблице. То есть заполняем ее каким-то произвольным образом и потом в симуляторе мы пробуем действовать по этой таблице нашим агентам. И вот, допустим, попали мы в какое-то состояние, вот, допустим, появились мы вот этой клетки, сделали там вот это вот действие и подействовали этим действием на среду, и она нам вернула какое-то новое состояние, вернула нам какой-то реворд. И мы применяем вот такое вот правило обучения. То есть мы, у нас раньше была какая-то оценка, насколько хорошо сделать это действие, вообще какую оно нам долгосрочную выгоду принесет. И теперь мы имеем уже конкретный реворд, и мы можем знание этого конкретного реворда обновить в нашей таблице. То есть у нас уже получается, была оценка, допустим, там вот на 100 шагов вперед или там на какое-то бесконечное количество шагов вперед. Теперь мы получили конкретный реворд от конкретного одного шага, и у нас остается оценка остальных 99 шагов. То есть у нас есть более точная информация уже, чем мы имели раньше. И мы применяем вот такой вот апдейт рул. То есть конкретный реворд, который мы получили, оценка остальной части жизни, и, соответственно, мы итеративно обновляем вот эту вот таблицу, уже используя конкретные реворды, полученные от environment. И, собственно, гоняем наш интеллект в симуляторе, допустим, тысячу-десять тысяч раз, миллион раз, и в конечном итоге наша таблица должна прийти к какой-то, ну, должна сойтись каким-то значением. И потом мы уже берем обученную вот эту вот симуляторе таблицу, запихаем ее в какой-то конкретный искусственный интеллект, и выкатываем его в какую-то продакшен среду. То есть выбираем там, допустим, максимальную ценность всегда по каждому действию. Вот, в коде это может выглядеть вот так. Я пропустил какой-то очевидный boilerplate код, но вот имплементация вот этого вот апдейт правила на Python может выглядеть вот так. То есть у нас среда может представлять нам вот такой интерфейс, где есть там, допустим, метод act. Среда нам сообщает observation, то есть пиксели, которые мы, допустим, видим, или звук, который мы слышим. Есть reward, то есть этот float-сигнал от нашего предыдущего действия. И мы, соответственно, применяем вот этот апдейт rule. То есть мы предпринимаем следующее действие, мы смотрим по таблице, какое из действий в этом состоянии, то есть каковы значения в этой колонке нам приносят максимальную key-функцию, максимальную ценность. То есть мы предпринимаем вот это действие, говорим, и вот применяем вот такое апдейт правило. То есть у нас есть уже конкретный reward от нашего предыдущего действия, и мы, по сути, делаем апдейт вот такой одного значения в нашей таблице. И возвращаем environment, говорим, мы решили предпринять вот такое вот действие. Теперь можно попробовать это имплементировать на практике. Вот как бы это странно ни звучало, я, в принципе, описал достаточный минимум для того, чтобы можно было взять и попробовать какой-то алгоритм на конкретной игре. Вот можно попробовать и это применить на практике на какой-нибудь конкретной игре. Вот возьмем как пример для этого упражнения игру змейка. Я вот, кстати, смотрел... Конечно же, есть научные публикации по игре змейка. Я вот смотрел, кстати, какое-то доказательство недавно, что оптимальное управление в игре змейка, где у нас есть рандомное вот как бы рандомное выпадение вот этих вот фруктов, оптимальное управление змейкой — это NP-сложная задача. То есть ее оптимально решить очень-очень-очень вычислительно сложно. И если посмотреть, вот даже если сейчас это выглядит не очень сложно, если вот попробовать проанализировать, что видит наш агент, а напомню, мы хотели бы обучить, допустим, сейчас в данной ситуации, обучить какой-то искусственный интеллект играть в змейку на хорошем уровне, не зная ничего о том, что он играет в змейку. То есть мы хотели бы наблюдать только пиксели, и только наблюдая пиксели и ничего не зная о правилах игры, обучить наш интеллект на экспертном уровне играть в змейку. И если вот проанализировать, что видит наш интеллект, он видит состояние, которое, в принципе, имеет огромное количество разных комбинаций. То есть у нас может быть пять состояний каждой ячейки, то есть у нас есть поле 10 на 10, и каждая клетка может быть либо пустая, либо стенка, либо тело змейки, либо фрукт, либо голова змейки. То есть пять разных состояний может быть у каждой клетки. И если вот взять пять в сотой степени, это теоретически, типа, upper bound комбинации разных состояний, которые может видеть наш интеллект. Обычно ученые любят в этом контексте вспоминать количество атомов во Вселенной. То есть это, наверное, число, которое, по-моему, чуть больше, чем количество атомов во Вселенной. Или там 10 в 80 степени, я вот не помню, 60 или 80. Ну, короче, очень много, и никакого компьютера нам не хватит, чтобы такую Q-таблицу заполнить, и чтобы на все случаи жизни вот такие Q-функции посчитать. То есть, несмотря на то, что игра выглядит довольно просто, как для нас, как для людей, которые в детстве, в детстве змейку этого играли много раз, для компьютера наблюдать только пиксели и пытаться выучить по пикселям оптимальное поведение, это на самом деле довольно сложная задача в силу вот такой вычислительной сложности. Значит, попробуем теперь описать нашу среду в терминах reinforcement learning. То есть, что у нас является стейтом? Стейт — это у нас получается массив 10 на 10, который имеет значение пикселей. То есть, можем это представить как массив 10 на 10 интеджеров, и там, допустим, закодировать 0 — это будет у нас пустая клетка, единица — это будет у нас стенка, 2 — это будет тело змейки, 3 — это будет голова змейки, 4 — это будет фрукт. То есть, мы получаем 100 int, как наш стейт. Мы ничего не знаем о правилах игры. Мы будем только смотреть на этот массив intов, и мы будем пробовать выучить политику, которая мапит вот эти вот комбинации 100 intов в оптимальное действие. Какие у нас есть действия в нашей среде? Ну, можно, в принципе, описывать это как 4 действия, я описал это как 3 действия. Сохранить текущее направление движения змейки, повернуть влево относительно головы, повернуть направо относительно головы. Иногда в некоторых играх бывает еще такое действие, как reverse. То есть, голова перемещается сюда, и змейка двигается в противоложном направлении. Можно, в принципе, добавить такой 4 action и чуть-чуть модифицировать наш код environment, чтобы это поддержать. Это, в принципе, не проблема. Но я попробовал пока вот в такой минимальной конфигурации сделать змейку. Получилось хорошо, можно экспериментировать дальше. То есть, у нас есть 3 действия. Продолжать двигаться туда, куда двигаемся сейчас, повернуть налево, повернуть направо. И какие у нас могут быть вознаграждения? Иногда можно одну и ту же reward функцию описать по-разному. Но я вот решил, допустим, для этого эксперимента описать этот reward таким образом. Если мы ничего полезного сейчас не сделали, то есть не съели фрукта, просто подвинулись куда-то, мы получаем нулевой reward. Если мы ударяемся либо об стенку, либо в собственное тело, мы получаем минус 1 reward, то есть негативный reward за то, что мы проиграли. И если мы съедаем этот фрукт, то мы получаем reward. Можно либо его моделировать как плюс 1, либо моделировать его как, допустим, текущая длина змейки. То есть, если мы сейчас имеем длину 3 и съели фрукт, то мы получаем reward плюс 4. Если ударяемся об стенку или ударяемся об собственное тело, то мы получаем reward минус 1. В всех других случаях мы получаем просто 0. То есть мы ничего полезного не сделали, мы просто подвинулись. Вот. Ну и, собственно, у нас сейчас проблема. То есть у нас есть 10 в 70 степени стейтов. И понятно, что ни в какую таблицу, ни в какую таблицу, ни в какую память в мире это не влезет. То есть мы конкретным образом не можем построить эту кью-таблицу памяти и не сделать такой простой update rule, как у нас было раньше в том коде. Потому что надо, получается, таблицу 3 на 10 в 70 степени. Вот. И что делать в этой ситуации? У нас слишком большой стейт, нам не хватит никаких ресурсов на это. Значит, что мы в этом случае делаем? Мы пробуем строить модель, которая аппроксимирует эту кью-функцию. То есть мы не считаем ее явным табличным образом, а мы пробуем строить предиктивную модель, уже знакомый нам Supervised Learning, который пробует нам эту кью-функцию предсказать. Это строится на таком предположении, что если пиксели, которые мы сейчас видим на экране, напоминают нам что-то, что мы видели уже раньше в нашей истории, то, наверное, и ценность этих пикселей, то есть кью-функция от этих пикселей будет примерно такая же, какую мы имели раньше. То есть получается мы строим уже обычную Supervised модель, которая получает вот эти наши 10 на 10 пикселей на вход, и она пробует предсказывать кью-функцию от каждого действия. То есть получается у нас, допустим, нейронная сеть, которая получает 100 int of на вход и предсказывает три флота на выходе. То есть кью-функция действия maintain direction, кью-функция действия повернуть влево, кью-функция действия и повернуть вправо. Вот это может… цикл обучения может выглядеть так. Вот так вот. Я опять же пропустил какой-то Baylor Plate, но вот главный цикл обучения выглядит вот таким вот образом. Это конкретная имплементация, которая у меня есть на GitHub, который я выложил по этому докладу. Значит, пока игра не окончена. Значит, это функция среды в нашем случае сообщить нам reward и сообщить нам, игра окончена или нет. То есть мы можем это, в принципе, импультировать и сами, если у нас нет нормального API к какой-то игре, но в данном случае я построил environment так, что он умеет нам сообщать reward и умеет сообщать, эпизод окончен или еще нет. Значит, вот этот такой интересный еще момент, который я еще не объяснил. Вообще фундаментальная проблема в искусственном интеллекте это так называемая проблема exploration, exploitation, trade-off. То есть на каком этапе нам просто исследовать мир еще, пробовать делать какие-то нерациональные действия или уже переключаться на полностью рациональное поведение и использовать вот эту обученную Q-таблицу, чтобы… или какую-то выученную Q-функцию, чтобы применять уже оптимальные действия. Это называется exploration, exploitation. Почему это важная проблема в искусственном интеллекте? Потому что мы не знаем полностью наш MDP-процесс, мы не знаем полностью нашу игру и мы не знаем, достаточно ли мы уже исследовали мир. Может, существуют какие-то другие состояния, в которые мы просто раньше никогда не попадали. Вот, допустим, мы не пробовали в Mario нажимать вниз на какой-то трубе и не оказались в комнате телепортации. Хотя на этом можно было бы сэкономить там прохождение 10 уровней. То есть мы можем не побывать в каждом состоянии в нашем мире и поэтому это важная проблема. Исследовать мир еще, пробовать еще какие-то рандомные действия или уже использовать накопленный опыт и предпринимать только вот самые оптимальные по Q-функции действия. И вот в этом, в этой имплементации мы делаем такую вещь, которая называется epsilon greedy exploration. То есть у нас есть какой-то коэффициент затухания нашей исследовательской способности. То есть если мы ставим такой exploration rate, который постепенно затухает от единицы до нуля, и мы каждый раз подбрасываем монетку, типа делать оптимальное действие или делать рандомное действие. То есть когда мы делаем рандомное действие, у нас больше вероятности есть исследовать мир и получить знания о новых состояниях. Когда монетка выпадает не так, то мы просто берем по нашей Q-функции оптимальное действие и выполняем это оптимальное действие. В принципе, как, что хорошо может сработать, это просто, когда мы только начинаем обучение нашего агента, по максимуму ему накручиваем exploration, то есть чтобы он просто делал рандомные бешеные действия, просто получал знания о разных состояниях и получал реворды от этих состояний. А потом уже по ходу, там, сыграли, допустим, 10 тысяч раз, 100 тысяч раз, уже постепенно как бы сбавляем этот exploration rate, и наш алгоритм уже переходит на больше на использование собственного опыта, на рациональное действие. То есть это вот, это то, что делают вот эти первые 5 строчек. То есть мы подбрасываем монетку. Если монетка у нас оказалась меньше, чем exploration rate, мы предпринимаем рандомное действие. То есть из наших трех действий мы выбираем рандомный номер действия. Если уже монетка нам говорит, поступай так, как ты считаешь оптимально, мы берем из нашей модели, которая нам предсказывает Q-функцию, мы даем ей state, предсказываем Q-функцию от первого, от второго, от третьего действия, и берем действие, которое дает максимальную Q-функцию. То есть аргумент, который максимизирует Q-функцию. Мы сообщаем environment у наших действий. То есть мы говорим, вот мы решили, что будем предпринимать action. Вот environment, сделай нам вот этот action. И прокрути на один time step дальше. То есть вот наши действия, дай нам новое состояние. И тут еще будет дальше такой хак, который хорошо работает как раз для игровой среды. И это точно такой же хак, как применили дипмайндовцы, когда обучали этот искусственный интеллект играть в игре Atari. То есть прикол в чем, что у нас игровая картинка может двигаться. То есть и нам иногда полезно иметь не только знание того, как выглядят текущие пиксели, но и как, допустим, выглядели пиксели на предыдущем шагу или там предыдущих два шага. То есть мы берем не только текущий фрейм, как наше состояние, а мы берем, допустим, четыре последних фрейма. То есть у нас уже получается модель на вход получает не 100 интов, а 400 интов. То есть текущий фрейм, фрейм один шаг назад, фрейм два шага назад, фрейм три шага назад. Это такой хак, как мы, допустим, в марковском процессе можем сделать будущее зависимым не только от текущего состояния, а от четырех последних состояний. То есть мы берем, когда наш агент наблюдает environment, наблюдает пиксели, мы держим какой-то буфер, какой-то циклический буфер, допустим, который хранит последние четыре фрейма, которые мы видели на экране. И вот когда нам надо предсказывать следующее действие, мы берем эти последние четыре фрейма, чтобы наш агент видел какую-то динамику между шагами. И даем эти четыре фрейма на нашу модель. То есть у нас модель, которая мапит 400 чисел в три действия. Вот. И, соответственно, сделали мы следующий шаг на нашем environment, получили новый фрейм, запихнули его в этот буфер и мотаем дальше. То есть если game over нам надо посмотреть, game over или нет. Ну и, то есть, в принципе, выбрали мы действие, подействовали этим действием, получили новый, новый фрейм. И дальше идет процесс обучения, итерация обучения нашего алгоритма. То есть мы используем вот ту технику experience replay, которую я говорил раньше. То есть мы сохраняем все состояния и reward в какую-то историю, в какой-то ограниченный буфер истории. То есть, допустим, там, храним буфер там на 10 тысяч элементов. То есть помним, какой был фрейм и какой мы получили reward. То есть фрейм действия reward. State action reward. State action reward. То есть буфер имеем примерно 10 тысяч записей. И на каждом, вот после каждого действия мы получаем новый state. Мы берем какой-то случайный сэмпл вот нашего опыта и делаем обучение нашей модели на мини-батче. То есть мы, по сути, используем, ну, такой же подход, как применяется при стокастическом радионном спуске. То есть мы берем какой-то мини-батч данных и обучаем, дообучаем нашу модель именно на конкретном батчике данных. То есть мы берем, допустим, 10 рандомных эпизодов с нашего опыта и обучаем нашу модель этими 10 рандомными записями. Вот так вот выглядит наш главный цикл обучения. Значит, как делали ребята из DeepMind, когда обучали интеллект играть и гравитаре? То есть у них была вот такая вот модель. Точно построена по такому же принципу, как мы строим сейчас интеллект для змейки. То есть у них есть четыре последних фрейма, то есть четыре фрейма по, по-моему, 128 на 128 пикселей, если не ошибаюсь. Есть простая какая-то сверточная сеть, там, допустим, два сверточных слоя, два полносвязных слоя и последний слой, который нам предсказывает вероятность каждого, Q-функцию от каждого действия. То есть есть 18 действий, 9 положений джойстика, извините, 8 положений джойстика, турбокнопка, 8 положений джойстика с турбокнопкой и ничего не делать. Не делать ничего с джойстиком вообще. Точно такой же подход, то есть я специально хотел повторить именно вот тот эксперимент, который делал DeepMind с Atari и сделать точно так же для интеллекта со змейкой. То есть мы его делаем точно таким же образом. Мы получаем 400 инпутов на нашу модель. Я использовал два сверточных слоя, один полносвязный слой. То есть у нас получается, есть нейронка, которая смотрит сверточными слоями на наши фреймы, обучает какие-то репрезентации нашего мира и в конце концов учится предсказывать key value от каждого действия. Значит, если вот построить вот такую модель, получается, что у нее есть 300 тысяч параметров, которые надо выучить. Вот, я попробовал эту модель погонять на 60 тысяч эпизодов. Это можно делать, в принципе, как на CPU, так и на GPU. Я вот, в принципе, померил, что на GTX 1080 меня прокрутить 60 тысяч эпизодов примерно занимает там 6 часов. И это примерно дает там ускорение в три раза по сравнению с GPU. Ну, почему только в три раза, а не больше? Это связано с тем, что нам надо на CPU крутить наш эмулятор среды. То есть нашу логику среды надо все равно выполнять на CPU, поэтому некоторые ускорения теряются на том, что надо все время синхронизировать CPU и GPU при обучении. Но все равно обучение на видеокарте может там иметь ускорение 3-4 раза. И вот я попробовал сыграть вот с вот такой простой моделью. То есть даже сами ребята из DeepMind сейчас говорят, что то, что называется эта модель DeepQNetwork, понятно, DeepLearning, QNetwork, DeepLearning, который предсказывает Q-функцию, DeepQNetwork. Они сейчас уже сами признают, что это как бы не state of the art, есть намного более эффективные подходы к обучению к обучению reinforcement. Но в принципе DeepQNet его очень просто реализовать, он имеет довольно простое математическое объяснение и вот я как раз применил его к этой игре. То есть это чисто вот тот же самый подход, который использовали DeepMind в 2014 году, чтобы сделать экспертный интеллект для игры Atari. То есть это идентичный подход. Берем последние 4 фрейма, берем какую-то сверточную нейронную сеть и предсказываем Q-функцию. То есть это все можно повторить буквально на вашем домашнем ноутбуке в виде как-то или без. То есть полностью этот эксперимент можно воспроизвести. И теперь самый интересный момент, что же из этого все получилось. Вроде вот в теории звучит хорошо, вроде вот ребята публиковались в научных журналах. Что из этого получается, если взять вот конкретную игру и запрограммировать вот такую модель. Я вот пробовал мониторить такую метрику, как чтобы смотреть, учится мой интеллект чему-либо или нет. Я пробовал мониторить такую метрику, как сколько фруктов мы съели, прежде чем умереть. И получается, как только мы начинаем обучаться, у нас интеллект вообще предпринимает какие-то рандомные действия. И там повезет, если он успевает съесть там один-два фрукта, пока не убьется. По мере обучения он уже изучает какое-то более хорошее поведение. И вот когда мы начинаем сбавлять этот expiration rate, вот здесь у него происходит пик обучения. То есть он быстро растет от примерно двух-трех фруктов в среднем к 15-20 фруктам в среднем. И когда мы уже убавляем этот exploration rate, то есть видно здесь какое-то насыщение, какая-то сходимость уже происходит. То есть мне удалось на такой довольно простой модели, на таком простом эксперименте, всего там на 60 тысяч эпизодов, добиться того, что наш интеллект, ничего не зная о том, какую игру он играет, он обучается на довольно неплохом уровне в нее играть. То есть он съедает почти, ну там, почти третью часть поля прежде чем умереть в среднем. Вот, то есть он вот такое вот поведение изучает. То есть если вот посмотреть, как... Сейчас по мере нарастания длины, как его поменяется. Видите, он как-то научился извиваться вокруг собственного тела, чтобы не занимать много места на игровом поле. То есть он как-то выучил такое поведение, что надо как-то скручиваться вокруг себя и пробовать как бы быть максимально компактным на этом игровом поле, чтобы не занимать много места своим телом. Вот, и если вот посмотреть статистику, то есть это рандомный просто пример, который я взял с игры. Вот примерно если запустить его играть на каком-то большом количестве эпизодов, то в среднем он съедал 20 фруктов, прежде чем умереть. И там плюс-минус 5 фруктов. Как повезет. С рандомогенератором. Соответственно, я решил на этом не останавливаться и попробовать чуть-чуть усложнить задачу, попробовать обучить его на вот таком поле. То есть сделать чуть-чуть усложнение. И вот тоже я вижу, что в процессе обучения конечно результаты чуть-чуть хуже, ну, за счет того, что и поле стало меньше, и поле сложнее, но все равно я вижу, что в процессе обучения как бы змейка в принципе научилась какие-то рациональные действия предпринимать. И как-то обходить эти препятствия за довольно небольшое количество эпизодов обучения с довольно сложной моделью, где 300 тысяч параметров на самом деле надо было выучить. То есть какой-то видим, что все-таки чему-то полезному наш интеллект вполне обучился. Я вот пробовал экспериментировать с этим делом, и я вот хотел попробовать сделать так, чтобы чтобы змейка росла быстрее. И как это можно сделать? Это можно сделать подрегулировав reward функцию. То есть если мы бы допустим хотели, чтобы наша змейка не не тратила наше действие, а как бы максимально быстро стремилась к этому фрукту, можно же в рамках reinforcement просто ввести негативный reward за каждый time step. То есть давать не 0 reward, когда наша змейка ничего полезного не сделала и не убилась, а давать какой-то маленький негативный reward, то есть чтобы она училась выполнять вот эти оптимальные действия, расходуя минимальное количество времени. Я вот пробовал с этим экспериментировать, и вот видно, как работает в этом деле reinforcement learning. Я попробовал давать довольно большой штраф за то, что змейка тратит время пустую. И что мой интеллект, какое поведение мой интеллект выучил? Когда reward за один шаг был слишком большой, то змейка просто обучалась такому поведению, что жизнь боль, и надо просто на старте эпизода искать ближайшую стену и убиться об нее, чтобы не тратить время, потому что какой смысл вообще эти фрукты искать, когда боль на каждом шагу. Вот. То есть это вполне было видно, как интеллект выучил вот такое оптимальное действие, что надо даже не пытаться, а просто поскорее завершать этот эпизод. Вот. Это все можно посмотреть конкретную имплементацию в коде, можно у себя запустить. Я буквально вчера, ну, у TensorFlow до сих пор проблемы с поддержкой Python 3.7, но я вот вчера там обновил буквально зависимости, вышел какой-то релиз кандидат TensorFlow, наконец, который поддерживает Python 3.7. Можно взять это все, стянуть прямо на своем личном ноутбуке Python 3.6, Python 3.7, взять это и запустить, и попробовать обучить такой интеллект. Там есть и эта визуализация, то есть там можно даже, если захочется поносилировать, можно даже самому поиграть в эту змейку, можно интеллект поучить и погонять на этой среде, то есть пробуйте, экспериментируйте, все должно работать. Если нет, то пишите. Вот. На этом у меня все, и в принципе, если вас заинтересовала эта тема, и вы бы хотели узнать, где можно об этом почитать, поучиться, где толково об этом всем пишут, в принципе, есть 4 ресурса, которые я могу порекомендовать. Ну, первый это Библия искусственного интеллекта, это книжка Руссела и Норвига, она в принципе в целом такую более широкую тематику искусственного интеллекта раскрывает, не только машинное обучение, не только reinforcement, а и вообще там компьютерное зрение, работа с человеческим языком. А вот эти вот уже 3 ресурса, это конкретно об этом подходе, о котором я рассказывал сегодня, reinforcement learning. То есть есть книжка, которую обновили довольно недавно, ее сейчас можно бесплатно скачать, там есть такой print ready draft, в 18 году вышла как раз вторая редакция этой книжки, и есть два отличных курса, которые как раз предпредают ребята из DeepMind. вот этот David Silver, это как раз тот человек, который разработал модели, которые играют в Atari, модели, которые играют в Dota, модели, которые играют в Stacraft, это вот этот человек и его группа из DeepMind. У них есть два очень неплохих курса на YouTube 15-18 года, то есть это непосредственно те люди, которые сейчас вот эти вот крутые интеллекты обучают. Они как раз делали AlphaGo, они делают AlphaStar, то есть можно буквально так с первоисточника услышать о последних достижениях и как это все работает. Вот, спасибо за внимание, буду рад, что у вас есть вопросы. Еще, так как я представляю партнера конференции DataRobot, у меня есть две футболки за лучшие вопросы, поэтому вот такую футболку, которую на мне можете получить. С супер быстрых, возможно, только два вопроса, так что первые два вопроса видимо футболки и получат. Давайте. Здравствуйте, спасибо за доклад. Что нам делать, когда у нас слишком много возможностей, как нам обучаться, то есть, например, в StarCraft, когда много боевых единиц и они могут ходить куда угодно по карте и могут взаимодействовать с собой. Если мы в начале обучения будем делать просто рандомные действия, то это займет слишком много времени. Ну, в принципе, да, тут как раз сейчас это такая область, где ведется как раз много научных исследований, то есть, как применить какой-то стиль к reinforcement learning или как заставить как-то контролировать. То есть, у нас единственное сейчас рычаги влияния есть, это дизайн reward функций и дизайн, в принципе, цикла обучения. То есть, интересный такой момент был, допустим, в AlphaGo, когда корейские игросмейстеры говорили, что вот это AlphaGo, его игра напоминает, напоминает нам игру какого-то игросмейстера 60-х годов. И на самом деле там особенность была в том, что AlphaGo был обучен не делать рисковых движений и пытаться играть максимально консервативно. И это как раз совпадало с техникой игры какого-то игросмейстера в прошлом. То есть, в принципе, ну, можно, можно, конечно, пробовать там с разными рандомсидами учиться. Может, в результате этого интеллект выучит разные стратегии. Но, в принципе, очень значительным образом влияет именно дизайн этой reward функции. То есть, как мы определим reward функцию, к такому поведению мы и будем мотивировать наш шеллин. Это тоже подтверждается тем моментом, что когда я ввел негативный reward за шаг, он пытался уже как можно быстрее убиться. Мне нравится не совсем рандомные действия делать, а как-то смотреть, что делает другая игра. В принципе, да. Сейчас еще есть такой, это довольно простой примитивный подход делать этот Epsilon Grady Exploration, который я вот показал здесь в коде. Есть такое даже, ну, сейчас много публикаций есть на тему, называется Curiosity Driven Learning. То есть, например, как мотивировать интеллект именно заходить в те состояния, которые он раньше не видел. То есть, вводится такая метка Curiosity, то есть, непохожесть состояния на то, что мы раньше видели и как бы как направить обучение нашего интеллекта вот именно в сторону Curiosity, чтобы он исследовал более интересные стратегии. В кулуарах лучше еще поговорить. Выбери, кто еще задаст один вопрос. товарищ. Спасибо за доклад. Роботы роботом задают вопрос. Ты затронул тему оптимального управления и, может, находил какой-нибудь нормальный ресерч, где проводили синтез контроллеров на реинфорсменте и классических моделях типа LQR, MPC, потому что они все очень похожи. Не находил ничего такого? Потому что сейчас они говорят вот я находил только статьи из серии, вот мы это попробовали и оно не работает. Да, я сейчас должен сделать такую ремарку, что на самом деле вот то машинное обучение, которым занимаюсь я обычно на работе full-time, это не совсем то, что я рассказывал сегодня. То есть сейчас довольно много реинфорсмент-лернинга именно сейчас идет в академических кругах. То есть сейчас получается исследователи больше на играх тренируются разрабатывать эффективные алгоритмы обучения, потому что сейчас есть немного сложность с применением этого всего в каком-то очень сложном мире, допустим, управления каким-то роботом. То есть, например, сделать какой-то self-driving арик или какого-то робота, который будет там готовить еду или какой-то контроллер, который управляет энергостанцией. То есть, когда мы начинаем сталкиваться с реальным миром, он сейчас довольно обычно высокоразмерный в тех задачах, которые нас интересуют, поэтому сейчас больше научная среда, она как на кошках тренируется на этих играх вырабатывать эффективные алгоритмы обучения. То есть, много прорывов как бы в реинфорсменте случилось как раз на играх, и сейчас я вижу, вот когда, если вот поездить на научной конференции типа НИПСа, сейчас уже постепенно пытаются применять реинфорсмент каким-то простым задачам типа управления рукой робота или объединение как-то задач контроля с компьютер-виженом и понимаем человеческой речи. То есть, я думаю, что, ну, у меня есть гипотеза, я, конечно, не видел вроде об этом каких-то официальных публикаций, но мне очень кажется, что системы типа вот посадка SpaceX на платформу, мне кажется, там вполне может применяться какой-то, какие-то элементы реинфорсмента, то есть, чтобы скоординировать двигатель, садиться на платформу в сложных условиях. То есть, я думаю, что там какие-то элементы реинфорсмента вполне могут применяться, учитывая то, что Маск совладелец OpenAI. Прости, мы очень ограничены во времени, так что мы заканчиваем. Спасибо за доклад большое. Тем, кому понравился доклад на выходе из доска, где можно отметить понравившийся вам доклад, спасибо еще раз. Вручай ребятам, кого ты нашел. и роста.